Леонид Голиков В августе 1942 года в районе деревни Ворницы подорвал гранатой автомобиль немецкого генерал-майора инженерных войск и захватил портфель с документами военного характера. Был представлен к награде, но получить ее не успел. 24 января 1943 года юный партизан погиб в бою. Валя Котик родился 11 февраля 1930 года. Учился в школе номер 4 города Шепетовки. Был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. Доверили Вале быть разведчиком. Он узнавал о расположении вражеских постов, порядок смены караула. Пионер, которому только-только исполнилось 14 лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. Валя Котик погиб как герой. И родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза. Валя Котик И никогда не унывала. Однажды ее арестовали. Прямых улик, что она партизанка у врагов не было. Возможно, все обошлось бы, если бы Портнову не опознал предатель. Ее долго и жестоко пытали. На одном из допросов Зина выхватила у следователя пистолет, застрелила его и еще двух охранников. Пыталась убежать, но у измученной пытками девочки не хватило сил. Ее схватили и вскоре казнили. Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Марат Козей был разведчиком. Он проникал в немецкие гарнизоны и доставлял ценные сведения. Неоднократно принимал участие в диверсиях на шоссейных и железных дорогах. Когда фашисты парня взяли в кольцо, он, не желая сдаваться, последней гранатой подорвал себя и окруживших врагов. Был награжден орденом Ленина, медалями за боевые заслуги и за отвагу. Присвоенное звание Героя Советского Союза. Присвоенное звание Героя Советского Союза.